уже похоронили папу 20 день назад я его вижу и вижу будто в мыслях разговариваю нормальный человек у меня нет шизофрении вчера племянницу хоронили когда выгружали цветы я будто увидела племянника живым да это часто видят и я вижу такие вот моменты улыбается молча не в первом не втором не ощущала страх да это вы видите умерших людей такое есть дочь мне сказать моего ображения мысли совпали с воображением связано ли это с эзотерикой случае если вы видите папу или видите умершего брата или там племянника или еще кого-либо не обращайте на это внимание даже открою вам тайну многие люди это видят но делать как определить вы болеете или нет случае если эти люди начинают вас донимать они дергают вас ночью приходят садятся рядом вас это пугает беспокоит начинайте что-то слышать тогда необходим психиатр в случае если вы просто увидели и это не происходит ежедневно по 50 раз и не имеет навязчивую форму то тогда это связано с эзотерикой просто видите умерших духов не стоит этого бояться обычно умершие они через время исчезают когда человек приходит то мы его можем видеть очень часто ученики школы спрашивают андрей андреевич вы говорите что после смерти люди перерождаются я хочу сказать даже больше после смерти люди перерождаются не только в прошлое не только в будущее а еще и в прошлое дело в том что одни люди могут перерождаться в будущее и быть в будущем переродиться и быть человеком а есть люди которые перерождаются в прошлое именно поэтому те люди которые ведут себя как средневековья после своей смерти вновь будут рождены в советском союзе или во времена царя панька и это такая особенность просто будда сказал что перерождаются только в будущее на самом деле это не так человек перерождается и в будущем и в прошлом и ограничений в этом нет никакого тогда вопрос кто же эти люди которые приходят к нам в случае если наши родители или наши близкие уже переродили что это такое на самом деле это некий энергоинформационный оттиск жизни этого человека дополнительная энергия или оболочка информационная человек переродился его душа переродилась но вот такой оттиск он называется или имеет название привязанного при жизни свободного двойника и отвязанного после смерти свободного двойника это полная копия или дубль человека который может находиться еще длительное время на в энергоинформационном поле и даже контачить с вами он не имеет системы анализа отчасти не умеет думать но подсказку может какую-нибудь создать связанную энергоинформационными рефлексами там может быть развитые чувственный интеллект у такого привязанного двойника или вот у такого существа ну и конечно если такие люди виде духов умершие люди в виде духов приходят и говорят о чем-то или там что-то подсказывают то можно считать что это фактически хорошее знамение или что-то тоже о чем говорит этот человек следует к этому прислушаться